Сочетание добротности и изящества. Это мебель 19 века из провинции Британь, что на северо-западе Франции. Её берега омывают воды Атлантического океана. Специфика региона отразилась и в отделке дубовых гарнитур. Тут изображение корабельных бортиков и штурвалов. В резном декоре есть и растительные узоры, а также сцены из крестьянской жизни. Говорят, бретонский стиль в изготовлении мебели не менялся со времён Средневековья. Это шкаф-кабинет, именно для хранения в основном литературы. Аутентичные стёкла, вот если обратите внимание, сохранившиеся из старинных мастерских 18 века. Да, шкаф середины 19 века, массив дуба, был когда-то в поместье, целый кабинет охотничьим стиля. Пермские коллекционеры Светлана и Кирилл Лазарева представляют на этой выставке целое собрание антикварных предметов интерьера из Франции, Бельгии и Голландии. Вот бельгийский спальный гарнитур. Это уже стиль ар-деко, который появился в начале 20 века. Для него характерно стремление к внешним эффектам. В инкрустациях и резном декоре растительные орнаменты и геометрические узоры. Этот стиль неофициально ещё называли «зигзаг модерн». Потому что в исполнении предметов мебели и интерьера присутствовали зигзаги. Очень много. Треугольники, ромбы. И всё это складывалось в определённых направлениях, напоминающих зигзаг. Непременная составляющая любого интерьера – часы. Здесь их целое собрание. Каминные, настенные, напольные. Все со своей историей и со своим голосом. Обрамление циферблата из позолоченной бронзы. Корпус из разных видов мрамора. Эти часы изготовлены французской фирмой Самуэля Марти, одного из самых известных мастеров Европы, который поставлял изделия и для российского императорского двора. Нынешний владелец хронометра – пермский коллекционер Константин Стихин. Он отремонтировал тончайший механизм. У меня есть знакомый в Германии, в Поздаме. Вот он мне их, как он сказал, арбайтанты, они были не на ходу. Я их приобрёл, тяжёлые, но притащил. У них выносной анкерный механизм вынесен на циферблат, его видно. Эти механизмы во всех часах есть, но выносят их редко. Самый дорогой мебельный ансамбль стоит здесь больше одного миллиона рублей. Красное дерево, золочёная бронза, итальянский мрамор. Увидеть европейский антиквариат можно в Центральном выставочном зале. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.